Летом в жару у человека снижается аппетит, то есть уменьшается потребность в пище, уменьшается способность пищеварительных желез к перевариванию пищи. Поэтому в этот период нужно стараться есть пищу легкую и часть пищи заменять жидкими продуктами, напитками. Очень хорошо, допустим, кисломолочные напитки, вот о чем я не сказала, кисломолочные напитки, нежирные, до 2,5% жирности. В первую очередь не йогурты. Я бы категорически предупредила о том, что, особенно детей, не поите йогуртами. Йогурт в наших условиях, это почти наверняка биохимическая фабрика, там содержится колоссальное количество добавок. Не нужны йогурты. Есть биокефиры, достаточное количество простокваши, ряженки, низкого процента жирности, до 2,5%. Ряженка 4% не утоляет жажду. И к тому же разбавленная либо водой, либо минеральной водой, либо соками. Только делать это надо самостоятельно. Йогурта я не советую. Что касается еды. Еда должна быть. Надо снижать количество калорий в питании. В основном за счет употребления жирной пищи. Значит, снижать количество жирной пищи, в первую очередь, животных жиров, которые почти, стоит почти исключить из рациона и предпочитать среди животных жиров рыбий жир. То есть предпочитать рыбу, мясу. И в то же время постное масло, растительное масло, нерафинированное, надо употреблять вместе с салатами. Можно и так принимать, если часто при некоторых заболеваниях врачи советуют. Насыщать рацион разумными углеводами, которые плохо перевариваются. Не хорошо усвояемые углеводы, то есть рафинированный сахар в первую очередь, не годятся для утоления ни жажды, ни потребности в питании. А плохо усваиваемые углеводы, это углеводы, которые содержатся в растениях. Это овощи и фрукты. Они должны преобладать в рационе. Переедать в жару нельзя. Желательно дробить приемы пищи на 4, 5, 6 раз. Но это не значит, что нужно съесть, обставляться тарелками, сервировать стол. Еда должна быть самая простая, немудрячая и не тяжелая. Желательно поменьше мучных продуктов использовать, особенно сдобного теста. И любимые нами бутерброды, сандвичи, гамбургеры и прочее не годятся для лета. Хлеб лучше есть из муки второго сорта, содержащий большое количество добавок, отрубей, семечек, орешков и не содержащий сахар. Надо читать, что написано на хлебе. К великому сожалению, должна сказать, что сейчас, покупая продукты, особенно в супермаркетах, нужно читать, что входит в их состав, в том числе и в хлеб. В большинство хлебов входит сахар. Это нежелательно.